всем привет ребята ну что у нас здесь губернатор калужской области проявил такой некий крутой акт самосознания у него были внесены коррективы на эти коррективы должно уйти три месяца чтобы все согласовали и выполнили и так что он сделал ограничение неких прав у мигрантов по поводу работы то есть нельзя работать сфере услуг кафе обслуживание транспортное главное транспортное но еще там целый ряд ограничений почему это произошло много пошло версии потом приходили активисты много приходило общественников которые качали ситуации вот под этим напором губернатор значит такой стряхнулся и такой господи были глаза мои слепы теперь они видят и погнали ну на самом деле как вам так рассказать так на самом деле там очень хорошо сработал один человек в окружении губернатора которые как бы является моим знакомым так скажем через одну руку это очень близкий человек моих близких людей которые там при губернаторе имеют должность и он такой наш так скажем я называть их людей наш как бы это ни звучало в принципе да но это вот наш определенный соратник с таким же укладом мышления и с таким же восприятием нашей реальности вот он очень хорошо сработал и сразу пошли разговор общественники значит смогли туда-сюда ну как бы в случае с калугой не особо-то общественники потому что я в итоге спросил грудь и там общественникам вообще знать не знаю кто такие откуда взялись кто кого у нас здесь целая работа была потому что ситуация в регионе действительно патовая но калужская область не одна такая к чему моё видео сейчас во первых общественники как я сам принципе являюсь общественником да имеют силу в определенных моментах когда есть большой ресурс чтобы поднимать большой резонанс общественность и это начинает работать на практике я тоже знаю и большие личностные связи где ты можешь непосредственно по определенному вопросу где-то где-то там что-то узнать где-то поднадавить где-то сделать запрос или вообще повлиять в целом важно это общественный резонанс важен но также очень важны люди на местах что бы мне хотелось сказать а почему бы нам попробовать практику калужской области применить в других областях я сейчас пытаюсь сделать в воронеже постараюсь но у нас сложновато но стараться нужно то есть калужская область по сути это такой маленький парадокс который сработал понимаете в калининграде насколько я знаю тоже губернатор там мужик да в плане взял тоже убрал мигрантов поймите одну простую вещь так много мигрантов их засилье это спланированная вещь и обесценка труда посредством ввоза дешевой силы естественно пагубно влияется на коренных жителях которые как бы да я как бы готов работать да ну почему вы мне предлагаете условия вот этой вот ту жульки где 30 человек штабелями на этой стройке лежат там и так далее ну как бы это большой долгий вопрос я прекрасно понимаю что-то глубочайшая политика с огромными бабками но что я хочу донести ребята кто на местности у себя в регионе имеет отношение к движухе где-то губеру где-то к мэру где-то еще служивые разные люди ребят просто ребята со связями взрослые мужики продавливайте пожалуйста этот вопрос в других регионах чтобы калужская область стала определенным примером в данном вопросе это возможно даже с губернатору калужскому все равно чуть-чуть прилетит но если он станет на свою позицию отстоит ее это будет большой пример что в других областях можно также ребят вы жалуете что вот мигранты то но у я мне приходит очень много жалоб с разных регионов где есть целые районы где русские люди вообще стараются как бы после 9 или ночью по улице особо не ходить ну или там ходить вооруженным потому что там без поймите одну простую вещь вот что мы можем сделать в плане как простые люди да вот я как муравей хочу помочь другим муравьям понимаете как вот некая частички определенной системы с которой ну в принципе ты можешь выбраться только с помощью наверное матрицы сесть дома там и мотать что мы можем сделать по факту в полях но какие-то вот такие случаи поднимать в честь на резонанс вступаться за людей помогать друг другу любить друг друга и не бросать друг друга в беде и вот если у нас в каждой области найдется вот такой же идейный человек который мой знакомый который помог в калуге продавить эту тему губером если у нас будут такие люди в каждом регионе имеющие не только желание но и реально возможности у нас чуть-чуть потихоньку что-то начнется меняться пока там у нас не по жители наконец-то да дойдут до понимания того что миграционная политика уже провалена лет это пять и сейчас все все только хуже 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 вот слава богу бастрикин там что-то пытается до дяди лову достучаться но пока они это поймут у нас здесь уже просто будет дно понимаете у нас просто будет но нам рассказывать ребята у нас прирост рождаемости а рождаемость чья рожда рожают мигранты мы не рожаем рожают мигранты по пять человек в семье люди совершенно другой культуры мало того и не то что не интересно наша культура нам ненавистна практически большая часть из них они а все понятно урус так далее дети растут совершенно другой культуры совершенно других религиозных взглядов это они потом будут ходить и вашим детям указывать что им делать задумайтесь сейчас об этом сейчас вот об этом надо задуматься поэтому я думаю что калужская область должна стать для нас всех примером поэтому ребята я призываю все у кого есть такие связи у кого есть такие возможности у кого есть такие же взгляды пожалуйста продавливаете эту тему давайте хотя бы на общественных началах каких-то мы можем за это взяться у тебя есть друг который имеет большое влияние приди к нему сядь попей чай расскажи ему покажи скажи дружище ну надо вот ну пойми туда-сюда вы сами знаете кто человек идейный из нашего теста кто там ну как говорится там ватнички да вы же знаете кому можно обратиться обращайтесь не бойтесь берите на себя некую ответственность в плане как объяснить блин одно дело в интернете как сидеть и другое дело когда ты по факту действуешь у каждого должен быть такой человек у многих есть такие люди через брата через свата через двоюродного брата достучитесь достучитесь до людей и может быть у нас появится еще 45 областей а может 20 областей где у нас точно также будут внесены коррективы по поводу вопроса миграции и их работы в сфере в основном услуг вот и все что я хотел сказать ребят спасибо всем большое видео пожалуйста распространять естественно чтобы как можно больше людей посмотрела и задумалась мы едем дальше работаем всех благ